Данил Букреев 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 задерживала, а кто-то говорил, что он и 15 одинаковых товаров спокойно провозил так что тут вопрос такой растяжимый, ну я же говорю, жаловались что 5 одинаковых товаров уже задерживала таможня и спрашивали а некоторые говорили, что там 1000 или 500 свистков каких-то маленьких проходили без никаких проблем следующий вопрос имя не прочитаю 16 лайков, привет Данил ты как-то обещал рассказать все про покупки споры на ebay когда будет, спасибо но все это задерживалось из-за ситуации в стране потому что не было возможности нормально это все дело проверить все самому конкретно внедриться, чтобы уже четкую информацию до вас донести потому что не работала почта, сейчас только-только это все начинаю возобновлять деятельность но я надеюсь, не могу сказать точных сроков, надеюсь, что скоро я займусь и буду снимать для вас видео о ebay, потому что это реально интересная всем площадка потому что алиэкспресс, алиэкспресс ebay тоже довольно-таки часто люди покупают ну там даже, наверное, проще, чем на алиэкспресс там пейпал, так что думаю, проблем не будет никаких следующий вопрос бан до S116 расскажи больше про ситуацию в городе, очень интересно 16 лайков ну а что, что конкретно тебя интересует про ситуацию в городе? ну, в основном по окраинам идут боевые действия то есть, ну, постоянно слышны гухи, бахи и все остальное все, что с этим связано бывает, что слышно, как очереди автоматов и все такое вот в течение дня, вечером, ночи это не зависит от времени это если в плане вот стрельбы, военных действий то есть блокпосты на выездах из города и вообще во всей, наверное, Донецкой области куча блокпостов что еще? пустынные улицы там ближе, например, к центру туда даже подальше, поближе к аэропорту где идутся боевые действия там вот вообще улицы все пустынные все закрытые но сейчас вот людей уже стало побольше и по крайней мере вот в той местности, где я обитаю здесь реально, ну, видно, что люди живут то есть сюда больше стягивается так как здесь вроде бы как поспокойнее вот, то есть а так людей мало половина магазинов закрыта что-то работает что-то не работает целый день грюхает, бахает ну, то есть какая тут ситуация в городе я даже не знаю, что еще можно сказать вот почту открыли это тоже относится к ситуации в городе не очень спокойно в городе не очень, так как, скажем, комфортно вечером не походишь особо ну, так, не очень приятно, так скажем но, так, нельзя сказать это неспокойная ситуация, однозначно следующий вопрос Федор Баран привет, Данил на какую сумму можно покупать на Алиэкспресс в Украине хочу заказать дочке планшет стоимостью в 220-280 долларов но переживаю насчет таможни расскажи, что знаешь про эту тему ну, таможня волнует, конечно же, всех что я могу сказать сразу хочу сказать что под видео ссылочка на украинскую группу Алиэкспресс там четко все расписано с примером прям вообще, чтобы четко все понять но от себя могу сказать что 150 евро это у нас лимит который беспошлиный ввоз свыше него то есть ты уже должен платить налог но как это все делается во-первых, смотрится на оценочную стоимость посылки и что там написано обычно на телефонах продавцы пишут mp3 плееры пишут там оценочную стоимость 80, 100 долларов, 90 ну то есть редко очень не пишут реальную стоимость я вообще не встречал ни разу когда реально была написана полная стоимость вот но, в принципе, таможенник имеет право засомневаться и, в общем-то, эту посылочку вскрыть и оценить ее с помощью средней цены которая есть в интернете на данный товар но это происходит, конечно же, редко так что, если ты заказываешь телефон 280 долларов я думаю, что достаточно поговорить с продавцом чтобы он указал заниженную стоимость товара то есть поговори с ним скажи, что таможня все такое он думает, что тебя поймет а подробно все вот именно четко-четко расписано вот под видео ссылочка группа Алиэкспресс Украина там вот есть тема там четко и с примером и с числами все написано писал таможенник настоящий так что информация стопроцентная следующий следующий-следующий вопрос продавец дает неотслеживаемый трек Алекс Трэнд Трэд спрашивает и ссылку на какой-то китайский сайт где якобы он отслеживается но там иероглифы ничего не понятно нужно ли открывать спор ну, во-первых или ближе к гарантии открыть ну, во-первых, скажите скажите мне, чем вы заказывали когда когда вы заказывали какая была служба написана чем он доставляет если служба доставки отличается то есть он своим каким-то методом отправил дал вам сайт в принципе после получения товара вы имеете полное право открыть спор указать, что был товар отправлен неправильным методом и в общем-то как бы наказать продавца но в данный момент ситуация у вас очень спорная потому что вы не можете посмотреть да, вот ну, попробуйте перевести эти иероглифы засунуть их в гугл переводчик что там напишет вот часто сейчас продавцы стали непонятными какими-то способами отправлять и тут два варианта по сути вы можете прямо сейчас открыть спор там 12 дней не отслеживается в нормальных сервисах вы можете открыть спор потому что ну, как бы вы не заказывали этим дурацким способом и уже там обострять и все остальное спорить конкретно писать администрации что вы не заказывали этим как вы не верите продавцу и все остальное второй вариант вот это как вы говорили по гарантии да, вот я все-таки его придерживаюсь по гарантии если не пришел товар уже полное право вообще вы имеете чтобы вернуть ваши деньги и тогда по гарантии открывайте спор или уже после получения товара вы тоже имеете право открыть спор потому что реально отправлено не той службой есть специально даже графа для этого в споре так что вот так вот следующий вопрос был вот этот уже у нас человек перепедор винный вальтовщик но опять сейчас сразу говорю если какой-то политический срач будет в комментариях сразу полетите в бан мой канал это точно не убежище для вот этих всяких политических разборок мне вот задают вопрос я на него отвечу свое мнение если какой-то будет срач сразу в бан это точно не нужно вот эти войны разводить в комментариях спрашивает а кто прав ты сам за кого за ополчение за ополченцев или за Киев что простые люди в Донецке хотят победу ополченцев или остаться с Украиной во первых вот все люди которые мне задают такие вопросы требуют от меня какой-то позиции чтобы я выразил они имеют свою позицию вот допустим мне пишет человек который за Украину он спросит меня за кого ты я скажу за ДНР он меня начнет проклинать и говорить ой ты какой плохой за ДНР если меня спросят ДНР или за кого-то я скажу ему за Украину он меня будет проклинать то есть на самом деле моя позиция им очень условно интересно им на самом деле по барабану то есть они просто хотят как-то увидеть подтверждение своей позиции во мне то есть моя позиция ничье мнение не меняет это уже однозначно не знаю зачем люди так хотят узнать какую-то мою позицию но если вы на самом деле спрашиваете вот что простые люди в Донецке хотят вот реально простые люди хотят просто прекращения вот этих боевых действий они хотят просто обычной спокойной нормальной жизни чтобы можно было выйти ходить по улицам гулять не носить там свой паспорт в постоянной основе чтобы не было вот этих блокпостов проблем стрельбы жертв и всего остального обычные простые люди они просто хотят спокойствия войны точно никто не хочет это я вам говорю сто процентов вот а какую-то конкретную позицию как тут можно выразить любая позиция любая позиция она в любом случае навязана тебе твоим окружением телевизором и всем остальным потому что реальности мы не знаем а если не знаем мы реальности как можно выразить свою позицию она уже не будет твоя потому что она навязана тебе обществом обществом телевизором интернетом и всем остальным Как можно выразить свою вот индивидуальную позицию Тем более люди, которые вообще кто знает где живут и выражают какую-то позицию Мне кажется, что это все на самом деле условно И тут позиции никакой нет Тут выбора просто нет позиции В общем-то, не хочу никаких политических срачей разводить Просто на самом деле люди хотят просто мира и спокойствия Войны точно здесь никто не хочет ДНР, Украина, все не хотят войны, но все воюют Вот такой вот парадокс Так, закончили с этим вопросом Следующий вопрос Челлендж ТВ 10 лайков Данил, на всех товарах должен отслеживаться трек-номер Я заказал 3 товара за 1-2 доллара На них не отслеживается трек Ну, как сказать Вообще на Алиэкспресс все товары должны отслеживаться Но бывает, что продавцы ставят минимальную стоимость заказа Чтобы мы вам дали трек-номер То есть трек-номер стоит денег тоже И маленькие заказы очень-очень часто отправляют без трек-номера Если продавец абсолютно адекватный и нормальный То все проходит Суперский товар приходит просто обычным письмом Если бывают какие-то такие штуки Что товар не приходит или что-то в этом роде То я пользуюсь опять же гарантией продавца Если в течение гарантийного срока товар не пришел Я открываю спор Вот так вот А тут вам решать По сути можно и сразу открыть спор Мол, продавец вообще мне не дал трек-номер Где такое указано Как такое может быть Вот, то есть тут уже на доверие к продавцу Следующий вопрос 6 лайков Ренат Байтемиров Заказал мотокуртку Прислали через ЕМС Оказал смола Если возвращать продавцу То тоже через ЕМС Я думаю, что не обязательно через ЕМС Можешь вернуть просто через обычную почту Ему отправить Главное договорись об этом споре Обязательно возвращай товар через спор Это просто реально обязательно Так, тут немножечко пропустил вопрос Береги себя, война это страшно И главное не думай, что мы русские этого хотим Я очень переживаю за вас Но я опять же повторюсь Ну, никто этого не хочет Но война продолжается Обычные люди 100% не хотят войны Но война продолжается От нас-то, к сожалению, не зависит Горькому сожалению От нас это не зависит Так-так-так Этот вопрос был Ну, наверное, вообще Последний вопрос на сегодня Три лайка набрал Те вопросы, которые набрали Два или один лайк Я не стал их добавлять Потому что, ну, они все-таки Мало интересны Или человек сам за себя проголосовал Или там, ну, два человека Это маловато Ну, ладно, вот три здесь Три лайка Это спрашивает София Небесная Из-за постоянного скачка курса доллара Если возможно Алиэкспресс оплачивать юанями Может ли администрация Али изменить Долларовую систему оплаты На данный момент Нет такой возможности Но знаю, что для России Можно платить рублями Но там Алиэкспресс Ставит свой какой-то курс И я думаю, что он Ненамного приятнее Банковского курса Вот, так что Долларами оплата пока остается Пока никаких вот других Способов Методов Валюты Другой Нельзя Нельзя Особенно для Украины Никаких нет вариантов Но думаю, конечно Если вот такое Все вот это будет Непонятно что продолжаться Возможно, что будет Такое, что юанями будем платить Так, ну, вроде бы все Все вопросы Озвучил на сегодня Проверяем Проверяем Все-все-все Озвучили В принципе, были, смотрите Однообразные вопросы Которые интересуют людей Значит, что Эти вопросы на данный момент Актуальны Ребята, с вами был Данил Букреев Если вы хотите попасть В следующий выпуск Обязательно пишите Свой вопрос в комментариях И обязательно-обязательно Голосуйте за понравившиеся вопросы И тогда они попадают В следующий выпуск Ставьте лайки Если вам эти вопросы Вот какие-то понравились Я думаю, что Наша рубрика Довольно-таки интересная Но я бы хотел Поменьше вот этой Всякой политической возни Хотя вот в каждом выпуске Постоянно Задают какие-то Вопросы Все хотят Каких-то позиций В общем Мне не очень нравится Если честно Такие вопросы Ну а Любая тематика Любые вопросы Вы можете задавать Можно задавать вопросы Не только связанные С Алиэкспресс Любые вопросы Которые вас интересуют Даже на такие, конечно Вопросы я отвечаю Но они мне просто Не нравятся Понимаете С вами был Данил Букреев Подписывайтесь на мой канал До следующих видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...